Сегодня 19 октября, ровно месяц с того момента, как прошла инаугурация Ради Фаридовича Хабирова. И если кто не помнит, то сегодня истекает срок по закону, который отпущен на назначение нового правительства Республики Башкортостан, которое автоматически ушло в отставку с появлением нового главы. Прошел месяц, и правительство в Республике Башкортостан не случилось. На предварительное слушание, на предварительное согласование в госсобрании ни списка правительства, ни персоны премьер-министра правительства предоставлено не было. Все ожидали, что это случится 17 октября и на 26 октября будет назначено пленарное заседание по утверждению премьер-министра. Однако пока этого не случилось. В общем, творится что-то странное. На самом деле, разобравшись в подоплеке происходящего, несложно понять, что Башкирию накрыло первым крупным политическим кризисом. И кризис этот заключается в том, что Хабиров оказался не в состоянии пролоббировать и организовать назначение того премьер-министра, который, ну, собственно, его устраивает и которого он считает необходимым на этом посту. Вообще, для Хабирова остро необходимо сейчас найти премьер-министра и желательно того, который его будет полностью на 100% устраивать, для того, чтобы отвести от себя лично все вот эти вот угрозы, проблемы и токсичные моменты, связанные с деятельностью правительства. За истекший год правительство Республики Башкортостан, так или иначе сформированное Хабировым и его командой, показали, насколько опасно воздействие в политическом смысле этого правительства на руководителя Республики. И, соответственно, Хабирову очень выгодно отстраниться от этой истории и стать абсолютно политической фигурой, а хозяйством пусть и занимается, например, Назаров. Так вот, к сожалению, моему сожалению, по крайней мере, пока с Назаровым ничего не получается. Активное противодействие очень серьезных сил в Москве не допустили назначения Назарова на этот пост. Дело в том, что фигура премьер-министра согласовывается администрацией президента Российской Федерации. Из чего мы делаем вывод, что кто-то, могучий и всемогущий в этой администрации, противодействует назначению Андрея Назарова на пост премьер-министра правительства Республики Башкортостан. Таких фигур в администрации Путина на самом деле очень немного. Я бы сказал, что их, наверное, две или три. Хотя наверняка найдутся еще и какие-то теневые кардиналы, которые, не будучи должностными лицами администрации президента, вполне себе могут влиять на подобные события. Ну, например, Игорь Иванович Сечин и еще несколько человек, которые формально не имеют отношения к администрации президента. Так или иначе, кандидатура Назарова до сих пор не согласована. Насколько я понимаю, Хабиров не теряет надежды продавить этот вопрос. Однако, его любимая дожимать в отношении администрации Путина вовсе не работает. Ну, тут, как говорится, дожималка уже не та. Соответственно, конечно же, полномочий, сил и влияние, политического влияния Хабирова на данный момент недостаточно. Для того, чтобы, например, перебороть волю какого-нибудь Кириенко или, не дай бог, Игоря Ивановича Сечина. Что же теперь делать Хабирову, который попал в ловушку собственного тщеславия и поспешности? А дело в том, что, на самом деле, конечно, Хабиров очень сильно поторопился. Он, предполагая свое всемогущество, по крайней мере, на территории Республики Башкортостан, он, не согласовав Назарова до конца с администрацией президента Путина, уже фактически позиционировал Андрея Геннадьевича как состоявшегося премьер-министра. То есть, он ему давал характерные для этой должности поручения, он ему давал определенные установки и прочие вещи, которые соответствовали статусу премьер-министра, при этом формально Назаров никаких других полномочий, кроме как полномочий вице-премьера, не получил. Более того, он вице-премьер, без закрепленных за ним каких-то отдельных ведомств, министерств, формально, ну, может быть, его там можно теперь называть первым вице-премьером. Это, может быть, как-то его отделит от компаний всевозможных Киреевых, Беляевых и прочего. Вот этого вот, извините, сброда. Но, тем не менее, формально, конечно, Назаров не получил вот этих вот полномочий. Более того, должность премьер-министра республики Башкортостан наделена определенными формальными, очень важными полномочиями, которые нельзя получить, не получив эту должность. То есть, там и вопросы правоподписи и прочие вещи. В том числе, участие в всевозможных федеральных проектах, программах финансирования и так далее. То есть, там некие критерии ответственности за их исполнение и их принятие, ну и так далее. Что теперь остается делать Хабирову? Ну, Хабирову остается делать хорошую мину при плохой игре, как всегда в таких случаях бывает. Речь идет о том, что ему теперь придется делать вид, что так и было задумано. Ему придется теперь занять позицию премьер-министра самому, иначе из Москвы ему тут же предложат кого-то. Потому что, судя по всему, те, кто противодействует назначению Назарова, естественно, вынашевывают план того, чтобы либо дискредитировать Хабирова в глазах Путина, показав ему, что, ну вот смотрите, человек даже премьер-министра толком назначить не может, выбрать и так далее. То есть, это уже некий такой критерий иллюстрации беспомощности, неспособности и так далее. Либо эти люди пытаются воткнуть на эту должность своего человека. Совершенно однозначно понятно, что если приходит какой-то варяг или человек, ну, как минимум замаскированный под бывшего местного, каким был, например, Элимбетов, а на самом деле преследующий интересы каких-либо, например, промышленных групп, например, Роснефть или еще кого-то, то этот человек вполне себе в состоянии отобрать большую часть, по крайней мере, финансовых полномочий у Хабирова, превратить Хабирова в некого свадебного генерала с ножницами, который будет открывать детские садики, а премьер-министр будет заниматься реальной экономикой. Конечно, такая перспектива Хабирова вовсе не интересует. И, я так понимаю, война за кресло премьер-министра продолжится. Судя по всему, в кадровой сфере Республики Башкортостан надо вводить какой-то внешний аудит, потому что в тех отраслях, где не надо ни с кем согласовывать, назначение носит характер совершенно очевидного безумия. Я говорю о назначении на должность заместителя, руководителя представительства Башкортостана в Москве, некого Александра Бутенко, одного из ночных волков Красногорска, какой-то организатор этого байкер-клуба тоже в Красногорске. Человек для Башкирии абсолютно посторонний, который, я не знаю, до конца знает ли, где находится Башкирия, и точно никак не может ее представлять где-то вовне. Однако по принципу какого-то личного пристрастия и какой-то внутренней благодарности Хабиров назначает вот этого полуволка-получеловека представлять Башкирию в Москве в ранге заместителя, руководителя представительства Республики Башкортостан. Это возмутительное назначение, конечно, очень, так сказать, раззадорило, рассердило жителей Башкирии и тех, кто вообще этим интересуется. Судя по восторженным запискам в социальных сетях Рустема Ахмадинурова, именно вот этот самый Александр Бутенко каким-то образом обеспечивал безопасность ради Хабирова и его людей в Красногорске в тот сложный период, когда Красногорскую администрацию отстреливали местные жители, заходя прямо в кабинеты чиновников. Видимо, господин Бутенко организовал физическую защиту и охрану Хабирова, и теперь Хабиров ему безумно благодарен за то, что он остался в живых и теперь может руководить Республикой Башкортостан. Несмотря на какую-то оголтелую, истеричную кампанию по отрицанию вреда, который нанес разлив химикатов в Полиэфе, экологии и природе Республики Башкортостан, несмотря на то, что на эту истеричную пропаганду были брошены все силы лучшие и худшие, и Артемуш Кавалеев в телевизоре всех убеждал, и блогера Кобзона посреди ночи разбудили, дали задание анализа показать и прочее. Несмотря на все это, Роспотребнадзор на прошедшей неделе сделал пробы воды и анализы этой воды в районе предприятия Полиэф и ниже по течению в реках. Из 14 проб, взятых в 4, были обнаружены превышения ПДК по некоторым веществам, однако, что очень меня настораживает и должно, наверное, настораживать всех остальных, упорно не называются вещества, которые попали в реку, в воду, в почву, и которые, в конце концов, в количестве 8 тысяч тонн были разлиты из этого разрушившегося резервуара. В конце концов, скажите нам, пожалуйста, что это такое? Это натрий-двоуглекислый или это цианид? Потому что на самом деле существует очень заметная разница между воздействием тех или иных химических веществ на природу и на организмы людей. Однако Полиэф, Роспотребнадзор и администрация Артемушка Валеев и блогер Кобзон все вместе упорно молчат о том, какие вещества попали в почву и в воду после аварии на Полиэфе, а нам бы очень хотелось этого знать. Отголоски сентябрьских выборов все еще долетают до медийного пространства Республики Башкортостан. На прошедшей неделе Ассоциация «Голос» опубликовала свой анализ того, как проходили выборы в Республике. Выводы очень печальные. Ассоциация «Голос» утверждает, что примерно 640 тысяч голосов, бюллетней были вброшены за ради Хабирова. То есть, исходя из того, какие результаты были показаны, явлены миру, а результаты эти, пожалуй, возмутили всех, исходя из этого, можно сказать, что примерно треть тех голосов, которые заявил ради Хабиров в свою пользу, по мнению Ассоциации «Голос» являются фальшивыми, являются вброшенными и являются украденными у кого-то из других кандидатов. В общем, конечно, это очень печальная история. Я не думаю, что она как-то может повлиять на дальнейший ход событий, отмену выборов и так далее. Конечно же, ради Хабиров уже плотно уселся в кресло руководитель Республики Башкортостан и держится двумя руками за него. Однако, для понимания, как на самом деле проходили эти выборы, это было бы очень полезно. Хотелось бы немножко вернуться к предыдущим нашим сюжетам. На прошлой неделе мы рассказывали о триумфальном докладе Ильшатов-Эзрахманова, министра сельского хозяйства и вице-премьера правительства, о результатах уборочной кампании, о том, насколько сомнительны те цифры, которые он докладывал Хабирову, и вообще объем и качество, и состояние сельского хозяйства в Республике Башкортостан вызывают у многих вопросы и недоверие тем отчетам, которые представляет господин Фазрахманов. Так вот, в этот раз мне досталась стенограмма выступления господина Фазрахманова в Москве на фестивале «Золотая осень», и меня просто ошеломило то, что наговорил господин Фазрахманов нашим московским товарищам, и какое теперь представление сложилось в столице о сельском хозяйстве Республики Башкортостан. В частности, в своей речи, в выступлении господин Фазрахманов заявил, что башкирский фермер, трудясь полгода, зарабатывает от трех миллионов рублей, видимо чистой прибыли, оставшиеся полгода башкирский фермер путешествует, отдыхает и занимается самообразованием. Столь грандиозное состояние фермерства в Республике Башкортостан может всерьез пошатнуть, на мой взгляд, сельское хозяйство не только ближайших регионов, но и дальнего зарубежья, потому что, услышав о подобной ситуации в Республике, несомненно, фермеры Алабамы, Краснодарского края и Австрийских Альп, наверняка массово начнут перемещаться в Республику Башкортостан, потому что даже в тех благословенных краях, которые я перечислил, подобные результаты, а именно зарабатывать по 8 тысяч долларов в месяц, а потом еще и полгода ничего не делать и заниматься путешествиями, самообразованиями и прочими веселыми вещами, недоступно даже, скажем, наверное, швейцарским фермерам, что уж там говорить про татарстанских. Эльшат Фазрахманов, конечно, поставил под удар конкурентную среду в Республике Башкортостан тем самым, однако, если говорить всерьез, я бы попросил фермеров Республики Башкортостан, из числа тех, кто является подписчиками нашего канала, кто нас смотрит, пожалуйста, напишите нам, ну, хотя бы анонимно, если вы боитесь налоговой инспекции, каков ваш реальный доход за год, за полгода, насколько вам удается путешествовать, заниматься самообразованием, отдыхать и так далее в оставшиеся полгода, которые, по мнению господина Фазрахманова, вы отчаянно бездельничаете. На минувшей неделе произошло значимое событие, по крайней мере, значимое для дольщиков компании «Госстрой», группы компании «Госстрой». Я говорю о том, что, по сути, компания переходит под управление и владение новым инвестором, некое ООО «Садовое кольцо» появилась к нам, как ни странно, из города Красногорска и фактически завладела компанией Кирилла Бадикова. Мы не знаем, на каких условиях это случилось. Переговоры длились достаточно недолго, на самом деле, для подобной серьезной и сложной с юридической точки зрения сделки. Два месяца переговоров и оформления документов – это очень немного. Компания «Садовое кольцо» намерена достроить все объекты Кирилла Бадикова, сдать их в эксплуатацию, заселить туда дольщиков, которые уже начали было закипать повторно, за что компания «Садовое кольцо», судя по всему, получит некие преференции от республики и города в качестве, скорее всего, земельных участков. Вряд ли это будут денежные средства, которых и так нет в казне. В общем, история повторяется. История 2011-2012 года, солнечные и прочие микрорайоны. Ужас, ужас, спасать нечем. Появляется спасительная компания или госкорпорация, которая это все сдает, достраивает. Потом начинаются истории с этими компенсационными участками. Помните, да, как господин Ногуманов достраивал героически при помощи своей компании ФРЖС, достраивал вот эти все недострои при Хамитве. Как ни странно, потом тот же самый Ногуманов, превратившись в вице-премьера, принимает некое постановление, готовит, а потом оно утверждается правительством, о компенсации компаниям, которые достраивали проблемные объекты долевого строительства. Компенсация эта была выделена в виде очень дорогостоящих участков земли около торгового комплекса «Планета». И дальше произошли всякие загадочные, необычайные вещи с этой землей. Земля эта из государственной компании ФРЖС перекочевала через многие руки и растворилась где-то в частных карманах. В общем, я к чему это все говорю? Потому что история с гостроем, похоже, продолжается и повторяет то, что было в 2011-2012 году только в качестве действующего лица. Здесь некая компания «Садовое кольцо». Сразу завели частников, минуя всякие вот эти государственные прослойки в виде господина Нагуманова и подобных ему. Тут существует две точки зрения. Первая чисто прагматическая. Пускай хоть черта лысого заводят, лишь бы достроили. Ну, отчасти, конечно, это логично с точки зрения дольщиков, которые заплатили господину Бадикову деньги. Абсолютно нелогично, например, с моей точки зрения, как человека, который не имеет квартиры и долевого участия в этой компании и рассуждает так, что с какой бы стати государство должно выделять преференции каким-то частным красногорским компаниям. Ну, эти две точки зрения, они достаточно неравновесные и достаточно неравномерно распределены в общественном сознании. Соответственно, конечно, наверное, победит логика того, что нужно все-таки решить проблему обманутых дольщиков. И дайте-то бог, чтобы это садовое кольцо оказалось не фирмой-однодневкой и не какой-то схемой мошенничества, как это по факту было в предыдущей итерации решения проблемы обманутых дольщиков. И хотя бы одна проблема будет решена. Дальше посмотрим, что там захотят эти добрые молодцы из Красногорска и какие куски пирога урвут они здесь у нас. Ну, и будем оценивать, насколько это наносит ущерб у бюджету республики и города. На прошедшей неделе, внезапно, без объявления войны, Ростислав Мурзагулов извинился перед Руфой Рахимовой, той самой представительницей клана башкирских Маклаудов, как охарактеризовал ее ранее Ростислав Мурзагулов. Речь, конечно же, шла о клане Рахимовых. Напомню, течение этого конфликта Ростислав Мурзагулов прямым текстом обвинил Руфу Рахимову в вымогательстве денег под видом договоренности о лояльности в отношении Радия Хабирова. Это было абсолютно напрямую сделано. Он заявил, что Руфа принесла счет на оплату и сказала, что воевать она любит, а вот надо бы оплатить этот счет. И даже назвал Мурзагулов цифру в 5 миллионов рублей. Руфа закономерным образом возмутилась. Я ее неплохо знаю и полагаю, что настолько идиотского поступка она совершить не могла. И эта история – плод фантазии господина Мурзагулов. Однако вот так случилось. Руфа подает в суд на Мурзагулову защиту чести и достоинства, опровергая вот этот его тезис. Кроме всего прочего, недели ранее главный редактор издания про Уфу и бонус издателем которых является Руфа Рахимова, Рамиль Рахматов в эфире «Эхо Москвы» напрямую обвинил Мурзагулову во вмешательстве в следственные процессы в Следственном комитете, в организации преследования журналистов и блогеров с помощью Следственного комитета и прочих инстанций, о том, что в эту историю был замешан еще и Борис Мелкоедов. И, в общем, конечно, эти обвинения носили более чем серьезный характер. И внезапно Мурзагулов испугался, судя по всему, и пошел на попятную. В том же самом эфире, ну, вернее, в последующем эфире «Эхо Москвы» он долго и путанно как-то мямлил, что-то там рассказывал, что все это не так, так и не так, а вот может быть вот так, и наоборот. А потом записал еще и видеообращение о том, что, оказывается, все было совсем не так, как он говорил, и никакую бумажку на 5 миллионов руфа ему не приносило. И вообще все это прекрасная затея, благотворительность и дети, и бла-бла-бла. В общем, это, конечно, выглядело дико унизительно с точки зрения вот этой вот его пафосной гордости, которая в каждом посту и в каждой фотографии сквозят. Поставили на колени юношу. Кто это сделал, я не знаю. Я не до конца уверен в том, что он настолько испугался иска Роуфы, потому что буквально несколькими днями ранее он заявлял о том, что да ему абсолютно индифферентно как этот иск, так и вообще прочие претензии и так далее. Плевать он хотел. И вдруг вот так. Судя по всему, здесь произошел некий волшебный пендель или волшебный подзатыльник. Я не знаю, какие формы рукоприкладства сейчас практикуются в Белом доме. Кто-то из старших товарищей, а у Мурзагулова их не так уж много в их табеле о рангах, отвесил ему увесистую оплюху, привел его в чувство и принудил его к тому, чтобы он прекратил этот балаган в отношении Роуфы Рахимовой. Это, безусловно, правильное решение. Я не до конца уверен в том, что Роуфа была абсолютно искренне, когда писала о том, что там вот, качество настоящего мужчины. Я очень хорошо знаю, как Роуфа относится к Мурзагулову, как она его оценивает. И все это некий политез, конечно. Но, тем не менее, событие состоялось. Первый акт Мурализонского балета отыгран. Посмотрим, как события в этом отношении будут развиваться дальше. Возвращаясь к теме детского питания в садах и школах Республики Башкортостан, хотелось бы упомянуть письмо Эдуарда Хареддинова из Стерльтамака, который написал в адрес нашей программы о том, что в детском саду номер 87, дельфинчик города Стерльтамака, произошло массовое отравление детей. В одной из групп 6 человек, в другой группе 12 человек. 14 октября 2019 года дети попали в инфекционную больницу. Однако и администрация детского сада, и воспитатели и прочие все люди причастные активным образом отрицают вспышку какого-то отравления или какой-то инфекции в детском саду. Однако наряду с этим помещения детского сада обрабатывались специальным образом. Родители грешат на некачественные продукты, воспитатели, повара, администрации детского сада все отрицают. К чему я все это рассказываю? Я это рассказываю к тому, что, несмотря на создание каких-то бесчисленных комиссий и рабочих групп по этому вопросу, ситуация с детским питанием не меняется в Республике Башкортостан. Более того, появились вот такие вот тревожные истории, о которых нам рассказал Эдуард Хайреддинов из Терлетамака. Судя по всему, проблема системная. Те люди, которых команда Хабирова завела в этот бизнес, очевидным образом не справляются со своими задачами. И не справляются, скорее всего, со своей жадностью. Потому что некачественные продукты, недостаточное их количество в порциях и прочее, неправильное хранение, неправильное приготовление – это всегда результат воровства. Ну, иногда еще это результат некомпетентности. Так уж получилось, что система взаимодействия населения с властью в Республике Башкортостан, судя по всему, приходит в упадок. Все эти опереточные инциденты перестают работать. Мы получаем все больше и больше писем. Людям же надо куда-то писать, кому-то жаловаться, чтобы, может быть, им кто-то помогал. Я не беру на себя ответственности за то, что мы можем и будем помогать всем. Мы не управление по работе с обращениями граждан администрации главы Республики. Мы не министерство и ведомство. Но по возможности я буду публиковать эти письма. И вот одно из писем от Олега из Уфы. Он просил не называть фамилию, но у нас она есть. Он инвалид второй группы и сообщает нам, вопреки тем сведениям, которые бодренько докладывает господин Зообелин на оперативках, так вот, Олег из Уфы сообщает нам, что за пять месяцев потребность в лекарственных препаратах, которая ему назначена как инвалиду второй группы, составляет около 45 тысяч рублей. При этом фактически он получил лекарств от органов здравоохранения за пять месяцев на 1736 рублей. Вот так на самом деле обстоят дела с бесплатным обеспечением медикаментами инвалидов в Республике Башкортостан, а не так, как докладывает господин Зообелин на этих победных оперативках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова